Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала. Мы продолжаем проходить игрушечку кентуки Road Zero. Вышли мы с вами на нулевую трассу. Любопытно, что здесь тоже есть радио. Хотя мы на нулевой трассе. Но, по-моему... А, ну да, его же надо как минимум включить. Звучит музыка. Но передает радио одну какую-то сплошную жесть. Звучит музыка. Ну, в принципе, отчего я ожидал в безвремени и безпространстве. Короче, нам надо с вами как-то выбраться в бюро. И помимо двух... Кстати, лошадей я не встречал. Пещера Горного Короля. А.П. Верните, пожалуйста. Спасибо. Что, простите? А, третий, сцена пятая? Пещера Горного Короля. Эй, алё, мне там надо в бюро и всё такое. Мост. Обрушившись от старости, мост резко заканчивается. Дощатая тропа. Но мы не можем вернуться. Хотя я вот не уверен, сюда нам или нет. Они следят за дорогами, да? Тут уж точно. Как думаешь, кто следит за этой дорогой? Ну, наверное, кто отследит. Просто я думаю, что нам надо было бы с вами как минимум зацепить женщину из бюро с собой. А там уже всё остальное. Взаимодействовать с Жоней. Ну, давай. Эй, не пора ли нам сбросить их с хвоста, мэм? Ты что, заскучал? Не, всё равно ночь медленно идёт. Я рад потаскаться за компанию. Так, что за бунт на корабле? Нормально ж сидели. Когда меня чёрт несёт? На болезни не висит моток прогнившей верёвки. Частично покрывает тонкий слой пыли. Ну и пусть себе висит. Компутеры. Сломанные компьютерные мониторы, собранные в шаткую конструкцию промеж камней. Переноска для кота или маленькой собачки лежит на тропе. Забитые в угол окаменелой лохмотья раньше вполне могли быть подстилки. Какое-то место забытых вещей, да? А кто-то стоит, смотри. Дорожный рюкзак прислонён к камню. Он пуст. Внутри лишь пыльный пакет кошачьего корма и несколько перфокарт. Там люди, вообще-то, как-то... Гора, списанная электроники, размеренно плавает в центре грота. Ладно, не важно. Эмми. О, тут внизу треугольник на треугольнике. Двигаются, перемещаются, накладываются друг на друга. Разве не романтично? Посмотри. Обращаясь к Шеннону. Вы пришли сюда, чтобы вернуть любовь мальчика, который был в вас влюблён, но вы по молодости этого не понимали. А вы сопровождаете её, притворяясь, будто искренне хотите помочь, хотя на самом деле... На самом деле вы тоже влюблены в эту девушку, поэтому согласились скрытно помочь ему добиться внимания с её стороны. Но это всего лишь хитрый план. Вы ждёте, когда он опростоволосится и сгорится стыда, и тогда он и сойдёт со сцены. Оу, вы меня заинтересовали! Ну, может, я ещё и на что-то способна. Раньше я была мастерицей в этом деле, а публиковал один из романов, начиная с мной миллиардера и заканчивая полями страсти. Там такой накал страстей, аж корсет рвётся, представляете? Я скучаю по своей квартире-студии в Лексингтоне. Лишь я и мой тезаврус, оставляющий спаррину на окнах. Э-э-э, почему вы перестали писать? Знаете, внезапно везде появились эти компьютеры. Везде, куда бы ты ни пошёл. Я подумал, что смогу как-то на это повлиять. При виде этим уродливым бежевым машинам немного либидо. Так, я вернулся в университет и начал изучать отношения человека с компьютером. А затем Дональд взял меня к себе в проект на должность тестера. Баги ищу. В нерабочее время я играл с обречённой любовной историей в ядре нашей маленькой симуляции. Кажется, Дональда это забавляла, так что я не выпускала руки и, боюсь, сделала её слишком сложной. Теперь нашу работу невозможно завершить. Нам даже не надо добавлять новые функции. Баги просто появляются сами по себе. Слишком сложная система. Я скучаю по своей квартире в Лентингтоне. Ничего не понял, но очень интересно. Женщина в дырявом кардигане украдка следит за другими людьми у костра. Ну ладно, не важно. Старик. Дональд раскуривает тлеющую трубку то ли бармача, то ли напевает старую мелодию кантри. А где тут бежит потух священный, сквозь мглу пещера гигантских пен и впалдает в сонный океан? О, кто вы такие? О, а что это за песня? О, а вы послушали мои полусонные напевы. Это просто песня о моей молодости. Я пела одна моя дорогая подруга, когда мы разбирали детекторные приемники в кантри. Кентукки, штат благословенный, мне кровь в твоих просторах дан. Где тот бежит в поток священный, сквозь мглу пещеры гигантских пен и впадает в сонный океан. Потом там поются лишь произвелистые реки, романтические зеленые пейзажи, да. Ну, всякое такое прочее. О чем мы там говорили? О, а что это за компьютер, стоящий вон там? Он выглядит крайне древним. На вид это просто безобидный старый компьютер, верно? Он обшарпанный системный блок, поднятый из глубин университетских подвалов и оставленный тут загнивать или цвести. Нет, это не просто компьютер. Я разительно улучшил его некоторым довольно экспериментальными способами, скажу я вам. Я даже не начал говорить о его программном обеспечении. Кажется, вы разбираетесь в технике. Скажите, что случится с дивоффсионным транзисторной микросхемой, если на ней вырастет плесень? Ну, скорее всего, будет короткое замыкание. Именно, именно, но не всегда. Некоторые сгрузки плесени более или менее кондуктивны, чем остальные, и растет она в нелинейно-хаотическом порядке. Мы, отчасти, способны управлять ее ростом с помощью простого классического метода садоводства, но не можем добиться строго определенных результатов, только направлять. Расстроенные, хилые мы неистово вбиваемся в этой подобной клавиатуре. Эхо от нажатия клавиш расходится по туннелям, а кругом нет ничего. Только пещер глубокое молчание. «Мы опоздали, всегда опаздываем». «Что? Вы что-то сказали?» «Вы хотели рассказать нам о программном обеспечении?» «О, программное обеспечение, работа всей моей жизни. Шанду, слышали о нем?» «Может быть, вы читали об этом журнале?» «Я уже года ничего не публиковал». Шанду заметно развился с того момента, как я описал его структуру данных в моей статье «Явное множество гипертекстовый нарратив в контексте подструктурного восприятия». Развился и загубил себя. «Ах, боюсь, вы опоздали. Моя гипертекстовая коллега, в то время как плесень распространялась по микросхемам Шанду, на мгновение вознесся к святым зачарованным высотам, а затем той сказке пришел конец. «Вы вообще понимаете, каково это? Всю жизнь на что-то положить, а потом сидеть и тщетно созерцать, как труд ваш рушится у вас на глазах?» «Ну, тут, по сути, каждый знает, да?» «Ну, я развожу товары маленькой антикварной лавки, которые уже скоро закроются. А, таскать собой пыльных призраков древности. Ну, у меня свои призраки, я храню их там, в Шанду. Он установлен на той прекрасной пыльной машине. Если хотите, можете посмотреть. Слишком поздно что-то делать, остается лишь курить, да предаваться воспоминаниям. «Слишком поздно что-то делать». «Вот так вот, просто не буду разговаривать. Просто они тут все поехавшие. Огромные ворота, сбитые из подручных материалов, загораживают проход в дальнюю сторону шпиля». Ладно, хорошо поговорю. Так и быть. «Вы знаете, когда я впервые...» «Нет, то есть, если бы эта пещера была больше, могли ли она...» «В общем, я тороплю события». «А, понял. Как вы опишите это пространство? То, где мы сейчас находимся. Свалка! Катастрофа! Если место какой-то древний катастроф, тому свидетельство вокруг. Что вы сжигаете? Секретное благоговение. Оно отпугивает тени, точнее же освещая невидимые доселе туннели. Этот костер постоянно изменяет мой... Закройте глаза. Вы же закройте глаза. О, только если вы закройте свои. Ладно, ладно. Я могу и по памяти. Хорошо, приступим. «Вы стоите на вершине гористого пика, и закиплами не обжигают». «Теневое строение». «Теневое строение». «Где мы находимся?» «Вот, опять. Одно расстройство». «Для чего вам все эти компьютеры?» «Компьютеры?» «А, вспомнил. Я писал на них. Описывал пещеру. Работа у меня была пещеру описывать. Вы знали, что история литературы полнится описанием пещер? Их стену есть замороженные реки и янтарного камня. Разве не живое описание?» «Не нужно было соответствовать стольким ожиданиям». Когда я начал работать с Дональдом на его проекте, я был аспирантом. Статистику изучал. Он сказал, что ему нужен человек с аналитическим складом ума, способный на вобразное письмо. Человек, считающий описание пещер настоящим трудом, чьей взор не затуманит без доказательным восприятием действитель. Дональд предупредил, что мне придется долго и скрупулезно убивать детальное описание в компьютер. И я печатал часами. Поверьте, я печатал часами. Я настолько детально описал каждую выщербленную этой пещеры, что порой уже не понимаю, читаю ли я или смотрю, пишу или исследую гроты. Бывает, что в самые одинокие и грустные моменты я переживаю, что нечаянно записал гроты и своих снов в систему. Откуда нам знать? Их можно было вписывать, используя только крайне точный и достоверный подход. А больше ни о чем я писать и не умею. Мне снятся лишь пещеры. Мне снятся лишь пещеры. Бляда, ты поехавший просто. Мужчина в больших очках исследует потолок пещеры. Слушай, если это не его очки там были в закусочной, я не знаю тогда кто, ну вообще он какой-то поехавший, они тут все какие-то поехали. Они живут в пещере и не понимают, что это пещера, да, насколько я понимаю. Ну то есть они не могут понять, это реальность или та виртуальная фигня, которую они написали. Это один разраб и три студента-помощника. Какие-то помощники у него тут типа, да? Королевство в опасности! Так, что еще новенького? И где это королевство? Вы в тронном зале. В замке находятся три легендарных сокровища, способные вернуть этим развалинам их былое величие. И как они выглядят? Она тебя дурит, парень. Зачарованные украшения талисмана, оберегающие от будущего волшебное зеркало, защищает старение волшебный щит. Волшебный сундук вечно полный. Я в жизни не ходила в университеты, я была независимым исследователем. Да, я ошивалась в общественных библиотеках, словно бродяга. Я изучала сказки. А затем я пришла работать к Дональду, платила по счетам, терлась в кулуарах с академиками, очищала стену пещеры от черной плесени. И вот, теперь я подкидываю растопку в огонь. Королевство в опасности. Прям какой-то, знаете, мыс потерянных надежд. Или вот, я даже не знаю, как это еще можно назвать или описать. Есть их проект. Вот это Шанду, да? Шанду местная разработка. Про что? Про пещеры? Получается так? За умная панель управления накрыта потертой парусиной, защищающей от местного клипа. За машиной стоит огромный, едва гулящий короб с ручками и проводами размером со шкафом. Из всего этого по определению подается лишь... По определению подается лишь электромашинка. Давай. Попробуем, что это за хрень. И как нам его запустить? Это снарье? Может у него где-нибудь заводная ручка-то? О, да, у него тут есть клавиша запуска. Так, третья сцена, шестая. Шанду. Шумная, не стройная синтезаторная мелодия. Эм... Шанду. Шагин- 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 Продолжение следует... Это кирпичное здание. А, эта штука не в лучшей форме. А попробуйте на него подуть. Фоновый сдувает пыль с территорией и нажимает клавишу ввода. Вы стоите в центре дороги. Перед вами маленькое кирпичное здание. Вокруг вас... Так стало только хуже. О, там что-то похожее на дом. Печатай дом. Фоновый печатает дом. Сюда нельзя войти. Фоновый печатает дом. Не знаю, в Эквите. В проходе с ответвлениями, выходя на восток и... А... Стой, подожди. Снимает компьютер от удивления. Лула. Может, пора по нему постучать? Фоновый постукиет ладонью по боку машины. О, у меня с собой есть карманный электромагнит. Старые системы, наподобие этой, могут накапливать вокруг себя остаточное магнитное поле, которое искажает любой сигнал, как бы тут не был настроен. Понимаете? Электромагнит размагничивает это самое поле внезапным толчком, а потом оно собирается вновь. По крайней мере, я себе это так представляю. Будто трясешь снежный шар. Стоит попробовать. Ну, дом подземного короля, типа. После нашествия, которое мало что-то там, туннель, ведущий в пространственные пещеры. Так, ладно. Сталактиты свисали с потолка. Огромными шпилями. Прожневременный конец файла. Для выхода нажмите любую кнопку. Дохлый номер. Что за глупая жестянка? Так, третья сцена. Седьмая. Вещера горного короля. Странно. Что он представил насчет Лулы? Может быть, Дональд знает, как привести компьютер чувства? Я ничего не понял, на самом деле. Но знаете, какая мысль возникла? Этот комп создал всю вот эту реальность, которой мы бродим. В том числе и реальный мир, и нулевую. И все же сейчас происходит. Это имитация от Шанду. Очень странная мысль, на самом деле. Так, а что у нас вообще Шанду? Шанду это, по-моему, какое-то индийское божество, если я не ошибаюсь. Надо бы посмотреть, погуглить. Так, друзья, Шанду это, оказывается, древняя столица Монголии. Ну, то есть, Шанду это как бы столица монгольского царства, монгольского государства, да? Которое ныне пребывает в развалинах. Видимо, поэтому такой вот символизм, что когда-то этот компьютер что-то мог, а теперь вот он такой весь, типа разваленный. Ну да, разваленный, а че? Давай, короче, Дональда пойдем спрашивать, может его еще можно как-то починить. Я ничего не понимаю, что происходит, но... Но очень интересно, на самом деле. Так, теперь вы убедились, что он ни на что не годен. Мягко говоря. Крупкий остров прекрасной мечты. Ну, вы же узрели, Промольский, его благого величия, да? Да? Узрели? Все это было чем-то больше. Ведеватые лабиринты памяти, тщательно смоделированные параллельные экосистемы, настоящий искусственный интеллект, построенный на наисложнейших алгоритмах нейросети. Птицы в лесу могли собираться в стае в трехмерном пространстве. Летучие мыши могли научиться петь. А затем, когда пришли незнакомцы, все это начало рушиться. Сначала мы их лишь услышали. Тяжелой поступью они шли в глубинах пещер. Тащили волоком вещи, долбили, брякали инструментом. Время от времени мы слышали их рабочие песни, но из-за расстояния не могли разобрать голосов. Мы довольствовались лишь эхом, бессловесно дрожающимся в туннелях. А затем мы увидели одного. Как они выглядели? Они выглядели... Нет, это слишком ужасно. Не мне вам об этом рассказывать. Они опасны. Они нам не знакомы. И не стоило пытаться перехитрить их. Я их... Я же им совсем не ровня. Но теперь уже слишком поздно. Послушай, я тогда Лулу... Я бы... Лулу? Лулу Чемберлин? Да, конечно. О, вы ее знаете? Откуда вы ее знаете? Дело давно минувших дней. Вы все это понимаете? Просто осмотритесь вокруг. Нет, тут ее нет. Она ушла. Представьте, мы сотворили это место вместе. Лула, Джозеф, да я... А-а-а... Да-а-а... Самой Лулы здесь нет, но... Дональд указывает глубоко вглубь пещеры. Она есть там, в Шанту. Я не знаю, где сейчас Лула, или как добраться отсюда до туда, или как размотать эту чертову витиеватую трассу, но... По своей погибели, Шанту был безопречным оракулом. Светилищем совершенной симуляции. До того как... Ну, постойте. Эти странные чужаки уничтожили мой Шанту. Возможно, они знают, как его починить. Эта затея может быть опасной. Я посылал к ним многих горящих желаний представителей. Хотел, чтобы они уговорили их починить мой шедевр. Но там... Тот туннель. Расцвиньте поросль, ползите в темноте. Полегче на поворотах. Вскоре ладонями и коленями вы почувствуете, как меняется почва. Камни к кристаллам. А затем грязи. А после вы вылезете наружу. Оттуда и пришли незнакомцы. А теперь оставьте меня. У меня в трубке еще плесень не слела. И пара грез не досмотрит. Так, третий. Сцена восьмая. Незнакомцы пришли из... Кладбище. Сцена в тень. Так, ну ладно, мы где-то вылезли. Да, что-то тут не так, это же просто старая церковь. Стоит заглянуть внутрь. Вообще, один момент, друзья, дайте-ка немножко перевести дух и как-то устаканить мысли. Когда мы катались с вами по нулевой, мы с вами видели, что мы где-то остановились, и там камера так интересно отодвинулась, мы видели шахтеров, которые почти-почти докопались до нулевой трассы. Нулевая трасса где-то действительно полупод землей находится, да? Может, какой-то это Нижний мир, может быть, еще что-то. И не зря шахты, ну, в шахтах начало происходить что-то потустороннее, да? Я так понимаю, что шахтеры все-таки потихоньку начали докапываться до этого нулевого места. Что вообще такое нулевая трасса? Это одновременно с этим и потусторонний мир, и белый вигвам. Но, как мне еще, помимо всего прочего, кажется, что это некое место мечт или фантазий или воспоминаний. Ну, то есть, очень странная такая смесь. И, по сути своей, это как в детских сказках вот «Избушка на курьих ножках». То есть, это такая пограничная полоса между жизнью и смертью, наверное, так. Ну, то есть, ни жив, ни мертв, да? И сюда не должны были попасть живые. То ли сюда докопались шахтеры, То ли, имеется в виду, Боб, Бен и Эмили. Ну, а также некоторые пещеры вели сами по себе в, ну, собственно, в нулевую трассу, да? И, как вы помните, вот эта группа, да? Почему Чарльз? Не Чарльз. Джозеф, Дональд и, получается, Лили, Лилу, они должны были туда спуститься, но Лили отказалась, и она вернулась в мир. В общем, очень странно. Эти оба погрузились сюда и, по сути своей, то ли застряли в своих желаниях, то ли что. Я не очень пока понимаю именно общую картину, но очень на то похоже. То есть, где-то вот в этом мире... То есть, это не воспоминание одного человека, естественно. Это такая совокупность, видимо, историй, событий, опять же, места кармы, барда. Ну, я не знаю, мне пока непонятно во многом. Ну, ладно. Стоит заглянуть внутрь. Наверное. А я хочу побыть наружу. Почему? О, я, кажется, увидел ящерицу. И я останусь с ним. Хорошо, мы ненадолго. Эм... Да? На надгробии выгородные эпитафии. Сэмюэль Колл. Благородный характер. Нам будет тебя не хватать. Над подписью пометка. Сделанная белым мелом. Тышь, тышь, тышь. Дата разлива. Ментальная нотка. Мои подозрения, кажется, оправдываются. Мэнди Джей Уотсон и Джон Саукс. Сдается нам, вы двое души друг в друге не чаяли. Надпись и пометка сделанная белым мелом. Июль 24-го. Странная послевкусие. Ну, это как бы не семья вампиров здесь живет, сразу говорю. Сара Верт. Человек, витающий в облаках. Возможно, ничего не поменялось. Послевкусие дождевой воды. Я думаю, вы уже поняли, что имеются в виду трудные времена. Майкл Грант или Джонатан Рикман. Сладкий грибной вкус. Я только не пойму, они из кого вискарь-то делают? Из жмуриков? Из людей? Или что? Что за дичь? Бруно де Фигерейду. Все сделано согласно воле и заявлению. Клен. Скипидар. То есть мы с вами, знаете, вот как вина хранят в подземельях, да? Ну, в катакомбах. И вот это вот место, где типа винишко отстаивается. Только здесь вот вискарь типа. И помните в предисловии там тоже говорилось, типа, у этого вискарика какой-то странный привкус. У них, видимо, какой-то секрет с бочками есть. Они в жмуриках выстраивают? Как бы выстаивают вискарь или что? Я не пойму. Гравировка Рич Бейли. Мог бы и предупредить. аромат дурного предчувствия. Сведений нет. Это довольно разумно. Не бьет по обонянию. Ладно, ребят, я бы на вашем месте отсюда бы и сваливал как-нибудь. Ну что, нашел ящерицу? Одну, но она убежала под камень. Вот тебе и ящерица. А тот тип ваш парень? Нет, что еще такой парень? Просто слово, которое все используют по наите. Для меня оно ничего не значит. Он мой сверчок. Понимаешь? Это что-то значит. Это особенное. Я тоже хочу быть особенным. Я думаю, что ты особенный. Сейчас ночь, ты на кладбище. Все остальные дети твоего возраста уже спят в кроватках. Приходится делать выбор и жить с ним. Думаешь, я родилась такой хитрой? Я сошла с конвейера на полфунта ниже и вся серая. Без глаз. Конвейера. Они хотели заставить нас вычищать старую шахту по толщи камня. И в воды все равно, как ты выглядишь. Склоки серых теней, незримо раскапывающие, разбивающие стены, осушающие туннели. Мы с Джонни нашли одну вещицу. Старый магнитофон. Спрятались в подводной пещере и заслушали кассету на нем до дыр. Тогда-то мы и поняли, что мы не шахтеры. Так мы вышли на дорогу. Две неясные тени. И с тех пор не раскрывались в ночи. Раскрашивались. Определялись. С каждым днем я все больше в своей тарелке. Я в своей тарелке, когда я был один с Жулианом. Вот. Теперь-то ты становишься особенным. Ладно. Они реально дроиды. О, вот и вы. Что вы там нашли? Ну, это не совсем. Эй, эй, что происходит? Кажется, вы зарделись, старикан. Это не важно. Так, ладно. Мы получили то, за чем пришли. А мы вообще зачем-то шли? Мы что-то искали здесь? Я что-то добыл? Мне что-то было здесь надо? Я не понял пока на самом деле. Но что-то какая-то жесть творится. Давайте уже посмотрим на все это в следующей серии. На этом пока все. Большое спасибо за внимание. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте ваши оценочки. Рекомендуйте канал знакомым. И до следующих серий. Всем пока.